Можно ли выжить в штате Колорадо, если работать механиком и зарабатывать 4000 долларов в месяц с семьей? Смотрите, я работал с 2018 года по 2020 автомехаником. Средняя зарплата выходила порядка 4000 долларов. Выходило 5000, плюс 1000 уходило на налоги. Но это та сумма, если бы моя жена не работала, то мы бы просто не могли выжить. Потому что квартира с двумя спальнями, в которой в одной будем спать мы, а в другой дети. Потому что несколько детей, по-любому нужно спать раздельно. Стоило 1800 долларов в месяц, плюс коммуналка, скажем 100 долларов, 1900. Давайте посчитаем вообще, хватит ли 4000. Возьмем мой случай. 200 долларов страховка за машину. Дальше платеж, кредит за автомобиль. 500 долларов возьмем, не будем брать, как всем не понравился, когда я сказал Highlander. Возьмем обычную, самую простую, дешманскую комплектацию для бомжей. Toyota Camry. 500 долларов будет платеж в месяц. 1000 долларов уйдет на продукты, если будете кормить детей макаронами. Я не знаю вообще, 1000 долларов, по-моему, 2 похода в магазин. А еще 2 похода, где брать деньги. И остается 400 долларов. Но, если они еще останутся, потому что ты будешь заправлять автомобиль, а в месяц ты по-любому 200 долларов потратишь, чтобы ездить на работу туда-сюда, обратно, с семьей куда-то поехать. И 4000 долларов ты будешь работать в минус. А где же брать деньги, чтобы выжить? Поэтому, как тебе хватает 4000 долларов в семье с 4-х человек выжить, я не представляю. Только, если ты берешь, может, еду в донейшене или где-то еще. Но на 4000 долларов выжить можно только, если ты живешь один в США. Тогда, да, ты что-то будешь откладывать, снимать одну комнату. Но, дружище, я не поверю, что ты на 4 штуки живешь. В Колорадо на эти деньги просто будешь попрошайничать. А сейчас на дворе 2024 год, поэтому цены выросли на все, блин, минимум на 30%. На еду, на недвижимость, на платежи по квартире. Поэтому не надо рассказывать, что на 4000 долларов ты живешь, семья 4 человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!